Нас услышали. В России планируют ввести учет и обязательную маркировку домашних животных. Новая норма также поможет не только оперативно находить потерявшихся питомцев, но и привлекать к ответственности нерадивых хозяев, выбрасывающих своих животных на улицу. Наталья Дуркина продолжит тему. Напомню, не так давно к нам в редакцию обращалась жительница поселка Искатели Екатерина Литовка. Женщина утром отводила сына в садик, где на нее напала бездомная собака с клипсой в ухе. Отбиться от животного помог охранник. Позже Екатерина позвонила в службу отлова, чтобы животные забрали обратно. К слову, это был не единичный случай нападения данной собаки. Они в курсе данной собаки, что это было не первое обращение по конкретному животному. И они пообещали мне, что как только они ее отловят, эта собака уже будет у них на контроле и выпускать ее на улицу они больше не будут. Однако не только бездомные собаки нападают на людей, но и домашние. Это происходит потому, что многие хозяева выпускают своих питомцев на самовыгул. Не каждая домашняя собака нападает на человека, но по статистике именно они причинают вред здоровью людей, оставляя после своих укусов тяжелые увечья. Потому что это тоже является проблемой для наших жителей. Эти же животные, они точно так же могут представлять угрозу для детей, для лиц пожилого возраста. Ну и в том числе и для меня, как молодой женщины, тоже это угроза. Потому что самостоятельно от большой собаки я не отобьюсь. К слову, большое количество безнадзорных собак – это прежде всего вина безответственных людей, которые берут питомцев на попечение. А когда они им надоедают, попросту выбрасывают на улицу. Мое обращение звучит не как просьба контролировать данных животных, а это призыв к нашим контролирующим органам, к нашим властям с целью инициировать внесение изменений в данный закон. Возможно, что разработать какую-то систему по регистрации хозяев домашних животных, либо получать разрешение на заведение домашних животных, что впоследствии облегчит контроль за этими животными и повысит ответственность людей за своими питомцами. В случае нападения собак регистрировались не только в Ненецком округе. Это проблема всей России. Но если в нашем регионе обходится без тяжелых увечий, то вот в большинстве других доходит до летальных исходов. Так, в Калининском районе Тверской области 14 января собака насмерть загрызла шестилетнего ребенка, мать которого занимается разведением животных. И таких случаев достаточно. Именно поэтому Минсельхоз подготовил поправки в законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии. Этот документ вводит понятие маркировки и учета животных. На данный момент он относится только к сельскохозяйственным животным. Теперь это положение планируют исправить. Я отношусь очень положительно, потому что это дисциплинирует хозяев. Во-первых. Во-вторых, когда мы будем знать, мы же все имеем паспорта, да, нас все знают, знают, к кому обратиться. Здесь то же самое будет. Мы будем знать, чье животное, бездомное оно или не бездомное, да. После этого мы можем регистрировать и потом как минимум штрафовать тех нерадивых хозяев, которые выпускают животных без привизия. Помимо этого мы можем поощрять тех хозяев, которые, наоборот, следят за своими животными, смотрят за ними, вакцинируют их своевременно. Маркировать питомца можно будет тремя способами. С помощью бирки, клейма или чипа. Эта мера будет полезна не только при отлове животных, но и в случаях, когда питомец потерялся. Кремо дает РКФ, Российская Кинологическая Федерация. Она нам дает возможность регистрировать животных. Животные все зарегистрированы не только в нашей Федерации, но и могут выставляться на выставках. Чип дает регистрацию хозяина в электронной системе, где указывается, чей хозяин, где животное живет. Но там, к сожалению, не указано, вакцинированы они или не вакцинированы. То есть, в принципе, по клейму, по чипу мы сможем определить, чье это животное, как минимум узнать. По поводу клипса, это просто клипса. Она дает бездомных животных, мы определяем только их так. Добавлю, доработать законопроект планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении.